друзья мои добрый день я приветствовала всех на своем канале я бы сегодня хотела снять видео рассказать вам о некоторых препаратах которые мы с дочкой сейчас пьем здесь будут представлены и айербовские бады и бады турецкого производителя разных производителей но я вас очень попрошу не привязывайтесь пожалуйста к производителям и там где куплены бады речь идет то есть важна суть какое действующее вещество а где вы будете покупать и от какого производителя это уже ваш выбор на сегодняшний день ребенок у меня пьет да и в конце видео мы с вами поговорим интересная очень тема потому что я думаю что независимо в какой вы живете стране и независимо какие проблемы сейчас в вашей жизни либо это какие-то вы свидетель военных каких-то действий либо у вас кто-то служит либо у вас просто какие-то болезни либо еще чего то что вы переживаете волнуетесь и какие могут быть этого последствия в чем причина определенных состояний и как выйти из этих состояний мы поговорим в конце видео после того как я вам расскажу о двух препаратах хорошо поехали ребенку я своему купила один айербовский и один турецкий препарат это бат зеленого чая при каких зачем его принимать при каких симптомах при каких проблемах его принимает я вам сейчас расскажу дочки я купила его как антиоксидант просто антиоксидант потому что у ребенка за последние чуть больше чем полгода было четыре раза вирусная инфекция один раз тяжелая и три раза вот такая можно сказать между средней и легкой тяжестью но это говорит о том что организм все-таки либо находится иммуносупрессии по причине скорее всего стресса ну это безусловно конечно же не то питание которое было раньше ну и наверное выпускной класс школы в дальнейшее 1 не сейчас большая ответственность нужно куда-то поступать но и наверное как у многих людей непонятно как жить и что вообще делать дальше и что то что то в этом роде зеленый чай вот такой вот от турецкого производителя вот коробочка из под него вот здесь 60 капсул 500 миллиграмм в одной капсуле это хорошая фирма курзакс или я не знаю как правильно она читается и второй из тех возможных которые я могла заказать в интернете это фирма сванс вансом green tea это бады которые представляют на сайте айхерп он там есть взяла небольшую баночку взяла на пробу потому что этой с этой фирмой я раньше не была знакома когда я заказывала на айхерп я эту фирму не покупала ничего из этой фирмы точнее поэтому количество капсул от этой фирмы есть и очень большие банки но я взяла на пробу еще раз говорю сравнить конечно прежде чем давать ребенку я тоже попробовала я вам расскажу что я почувствовала но у ребенка спрашивать что-либо бесполезно потому что она пьет много всего и она продолжает на сегодняшний день с утра пить йод поэтому основные бада она принимает когда приходится школы уже с едой вот зеленый чай при каких симптомах в принципе его можно принимать при любых проявлениях вегетососудистой дистонии при любых проблемах сердечно-сосудистой сердцем и сосудами то есть при любых сердечно-сосудистых проблемах в организме это конечно же профилактика онкозаболеваний и не только профилактика и при разных опухолевых заболеваниях его также рекомендуют принимать особенно вот женские всякие такие нехорошие вещи вот я называю вообще этот бат улучшайзингом для всей женской сферы потому что он влияет он относится и к улучшению женской красоты то есть это и молодость и тонус и обмен веществ и молодости и волосы и ну как как любой антиоксидант он способен не только улучшать состояние здоровья но и лучшую сторону внешний вид влиять на внешний вид конечно же друзья мои это не измельченный зеленый чай такие вот капсулы он покажу гладаются но для меня легко не очень большие капсулы я скажу так наверное среднего вот и из всех тех которые мы айхербовцы принимали это ну такой стандарт я бы так сказала глотается легко и лично я его чувствую очень хорошо именно этот вот этот вот вариант с вансом я не пробовала мы еще его не открывали ни дочка не я его не пробовали я просто попробовала прежде чем дать ребенку и она его дальше продолжает пить здесь из зеленого чая именно действующее вещество это катехины вот ну его также называют это вещество гкг эпигалон катехин тригалат экстрадированный и очищены это вещество является как я уже вам сказала очень сильным антиоксидантом и и этот катехин является самым биологически активным из всех катехином именно катехин из зеленого чая как антиоксидант приблизительно в 100 раз эффективнее чем витамин c и приблизительно в 25 раз эффективнее витамина е именно по свойствам антиоксиданта он защищает клетки от вредного влияния и уменьшает риск возникновения разных опухолей в том числе и онкозаболеваний на также я вам хочу сказать что он не дает любым острым воспалительным процессом переходить в хронические воспалительные процессы он поддерживает жизненную силу давайте откроем я вам покажу какие здесь капсулы если получится открыть чудо я получилось вы знали потому что для многих очень важно какие капсулы ну капсулы по длине такие же и наверное по ширине тоже приблизительно такие же возможно совсем немножко меньше может потому что они наверное все таки компактный наверное немножко компактнее по длине мне кажется немножко как длиннее ну и видите по цвету немножко другие хотя там и оболочка зеленая а здесь оболочка светлая я вам хочу сказать что я его принимала с утра перед тем как нужно было сходить на дальнее расстояние и обычно на меня так действует хороший витамин c за хербовского это стрц из турецкого я вам покажу как у меня больше всего понравился витамин c он такой пролонгированного действия и когда мне предстоит какая-то длинная длинный пеший поход я обязательно принимаю витамин c тот день мы с дочкой выпили этот зеленый чай и я вам хочу сказать что ощущение бодрости от него присутствует это я вам абсолютно точно заявляю и заявлено что этот зеленый чай этот препарат он увеличивает жизненную энергию улучшает самочувствие абсолютно с этим согласно и подписываюсь под каждым словом потому что действительно самочувствие вот пока бат держался реально было больше жизненной силы и такая знаете вот как бодрости и даже мои родные тиши со мной шли говорили что там из-за тобой не успеваем такое как какой-то энерготоник на меня он подействовал возможно потому что у меня вот та тема которую мы будем обсуждать сегодня в конце видео возможно у меня идет перекос но невозможно у меня идет перекос в сторону одной системы и поэтому любые любые такие стимуляторы на меня и действуют как бы очень сильно заметно следующий препарат который я вам хочу показать это тоже турецкий производитель по моему тот же да даже фирма это мембрана яичной скорлупы сразу вам скажу кто скажет мы заказываем на iherb а вы нам показываете турецкие на просторах iherb также есть препараты мембраны яичной скорлупы я покупала когда-то еще когда не снимала видео от фирмы нау это я знаю точно не знаю есть ли он на сегодняшний день но я думаю если там поисковике забить то вы сможете увидеть я уверена что на сегодняшний день есть потому что это очень очень реально крутая добавка я почему-то на какое-то время о нем забыла сейчас когда нет возможности постоянно покупать то что я могла покупать раньше я вспомнила о нем и заказала именно турецкий эта таблетка эта таблетка я ее еще не принимала потому что я допиваю для суставов те препараты которые раньше показывала в теме коллагена и там были и хондропротекторы всевозможные это тоже является хондропротектором но в данной добавки в этом баде здесь присутствуют три компонента здесь мембрана яичной скорлупы 300 миллиграмм экстракт куркумы 100 миллиграмм и экстракт басфелия 50 миллиграмм мы все с вами давно знакомы по прошлом видео и вообще по тех кто принимает бады скорее всего знакомы и экстракт куркумы для чего принимается на своих на своем канале в прошлых видео там где частности была тема антипаразитарки противовоспалительных всех всяких средствах о хондропротекторах там я тоже покупала помад калифорнии голд нутришного солгар всякие миксовые воды там басфелия была тоже с куркумой и там коллаген второго типа для суставов и связок тоже он был и с куркумой из басфелии в общем много было всяких разных бадов мы с вами об этом говорили но расскажу вам немножко вкратце для того чтобы напомнить значит в этой баночке 30 таблеток всего-навсего но производитель уверяет что этого достаточно не только как профилактика но и как для лечения потому что этот бад начинает действовать на седьмой десятый день то есть должен быть уже заметен результат при разных проблемах что делает вообще этот бат повышает выносливость суставов даже при сильных физических нагрузках замедляет процесс старения суставов предотвращает воспаление в соединительной ткани для меня это вообще больная тема потому что у меня очень сильно воспаляются связки то есть вот это вот соединительная ткань и я знаю причину я периодически когда есть возможность над этим работаю прежде всего на это все влияет конечно же и плохой желчи ток и хроническое воспаление по причине того что из-за плохого желчи тока нарушается микрофлора кишечника и соответственно конечно так как весь наш иммунитет можно сказать кишечнике и ноги растут у многих болезней исходя из кишечника это тоже и наши нужно сказать всевозможные аллергии и непереносимости тоже на 90 процентов причина в кишечнике в состоянии кишечника микрофлоре и так далее он предотвращает воспаление в соединительной ткани помогает восстановлению после травм снижает боль в суставах поддерживает не только кости суставы и связки но и волосы и ногти и кожу мембрана яичной скорлупы если кто-то из вас не знал она очень богата и кальцием и магнием и белком и гиалуроновой кислотой и хондроэтином и является мембрана яичной скорлупы является природным очень сильным хондропротектором эта мембрана она вообще уникальна как биологическая среда которая питает суставы и может помочь сохранить и восстановить суставы и что немаловажно синавиальную жидкость то есть это та жидкость благодаря которой суставчики наши как можно дольше гибкие и не стираются да то есть вот вот суставы как вот если есть жидкости достаточно то сустав вот так работает хорошо нет вот этого скрипения нету стирания нету плотного контакта вот что еще можно сказать клинические исследования как я вам уже говорила подтвердили что улучшение начинается после приема данной добавки на 7 10 день теперь давайте остановимся немножко на этих компонентах которые входят в состав данного бада то есть и яичная скорлупа и басфелия и куркума басфелия используется как мы с вами все знаем уже давно и при при разных костных и суставных проблемах то есть и при артрите и при остеохондрозе и при подагре и при любых в общем-то болях в спине и суставах басфелия является природным не только веществом которое снимает воспаление но она является и обезболивающим веществом снимает отек снимает воспаление сохраняет гибкость не только суставов но и мускулатуры то есть за счет того что именно в связках снимается воспаление вот моя проблема за то время пока мы были дома и не было возможности покупать какие-то препараты потому что но мы были отрезаны как бы можно так сказать от мира у меня произошел с больной рукой правой и с больным плечом когда не было воды когда нас отрезали от света и от воды то есть мы ходили на речку и мы брали воду для того чтобы ну смывать унитазы потому что живем в квартире они в доме и когда носила воду у меня что-то я даже помню этот день у меня хрупнула что-то в плече и была дикая боль просто дичайшая я вскрикнула ну и потом она как-то так и через там час-полтора-два ночь так заутихла и я думала в общем то ну на этом и все нет но это было только начало меня жутко распухло плечо у меня пошли сумасшедшие миозиты то есть у меня по всей видимости по воспалялись связки и мышцы к чему я вам говорю это к тому что басфелия способна влиять также и на миозиты то есть сохранять гибкость мускулатуры и подвижность суставов вот куркума куркума которая входит в состав мы с вами тоже очень много они разговаривали ну кратце я вам напомню польза куркумы заключается в том что она уменьшает хронические воспаления которые находятся в организме вообще любые не только в суставах вот ну хронические воспаления чем нам опасны они опасны тем что они нарушают обмен веществом то есть вот инсулинорезисцентность и например диабет она может возникать они точнее могут возникать на фоне хронического воспаления в организме в целом имеется эту общее хроническое воспаление вот она уменьшает также куркума влияет хорошо и на обмен веществу на заболевание сердечно-сосудистой системы она уходит в протоколы антипаразитарок она хорошо действует и для печени куркума уменьшает отек и воспаление в суставных связках мышцах профилактирует точно так же как и зеленый чай но не точно так же но тоже профилактирует онкозаболевание также ее используют при различных проблемах полости рта таких как парадонтозы парадонтиты единственные тут и предупреждаю вас всегда когда говорю о куркуме единственный момент друзья мои если у кого-то болит голова на прием куркумы я не говорю на то что вот например да даже вы можете принимать какой-то микс тоже для суставов или не обязательно для суставов то есть прежде чем вообще принимать куркуму с чем-либо попробуйте только сразу сносочка куркума не как специя которую вы купили на рынке а куркума как куркумин как препарат то есть как действующее вещество постарайтесь сначала попробовать именно сам куркумин принять и не будет ли у вас головной боли потому что есть категория людей которые не переносят куркумин и у них это идет побочка сразу сильные головные боли могут быть как мигрени могут быть как просто головные боли которые плохо оккупируются и принимая какие-то препараты там где входят состав куркума вы можете не понимать что такое и думать на что угодно на погоду на то что там расстроилась на еще на что-то ну в общем обратите на это внимание в общем людям у которых идет вот такая вот ситуация с куркумой куркуму принимать нежелательно есть такое то на уровне генетики единственное если вы заметили что у вас головная боль на куркуму возьмите вот просто капсулу вот так вот раскройте ее и положите под язык высыпьте содержимое под язык сам экстракт и просто сверху ноут накройте языком чтобы она смешалась со слюной и подержите так хотя бы ну пять минут походите позанимайтесь своим делом молча дайте повзаимодействовать куркумину со слюной чтобы началось расщепление ферментация начинается во рту можно немножко немножко прям вообще капелюрочку на кончик ножа туда добавить черного перца дали то что называется папирином то есть он будет способствовать еще большей ферментации расщеплению этого всего то есть то что должно происходить потом уже где-то в желудке она начинает уже действовать также вот как говорят кушайте правильно жуйте там 150 раз во рту а потом только глотайте почему потому что переваривание пищи начинается уже полости рта так точная куркума возможно подойдет такой вариант для тех для кого важно по каким-то показателям показанием точнее пить куркуму а вы не можете потому что у вас идут по бочке попробуйте сделать так может просто дело в том что у вас с ферментом проблема на расщепление этого вещества возможно так это поможет вот это то что я вам хотела рассказать за препараты которые мы сегодня пьем но такие антиоксиданты и противовоспалительные сейчас весна и возможно кто-то еще который тоже человек мучается с суставами либо позвоночником он не пробовал мембрану яичные скорлупы это не твердая скорлупа хочу сразу заметить это вот так тоненькая пленочка которая когда вы разбиваете яйцо на в середине вот так вот знаете бывает на яйце на вареном бывает на сыром но она на 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 самой скорлупе это именно мембрана тонюсенькая вот это вот часть сегодня я бы хотела с вами еще поговорить сейчас это сдвину немножко и выдвину на первый мой любимый темы известным меня нету сейчас доступа твоя любимая фаси флоре с сайта и херп поэтому пришлось купить три дорога но без нее никак я вам сейчас объясню почему друзья мои хочу поговорить о тех людях которые знаете уже руки могут опускаться у людей потому что у них может быть очень плохое самочувствие днем очень плохой сон ночью и вы когда делитесь со своими родными они как правило не понимают вообще вас и не понимает вообще о чем вы говорите и они ну так как то знаете могут думать ну может стресс может что-то вообще непонятно что вы идете к врачам за помощью врачи вас обследуют и говорят что вы новый здоровый человек ну вот у вас симптомы просто такие но это вам нужно успокоиться друзья мои но успокоиться не всегда легко и сказать успокойся проще чем это сделать но я вам хочу сказать что под этим всем имеется биохимическая причина и это состояние а новым регулируется балансами симпатической парасимпатических систем мы когда-то об этом с вами уже говорили когда мы говорили с вами о высоком кортизоле когда я вам рассказывала о ашваганде которую я покупала одно время чуть ли не в каждой посылке айхербовской когда мы с вами говорили о плюсах и минусах интервального голодания потому что сейчас за него говорят очень многие обычно тех кто это хвалит и считает панацеей не имея к нему противопоказаний и не имея побочных действий от него они не понимают либо понимают но тем не менее все равно толдычат и вводят какую-то часть людей эта часть если учесть на мировом уровне она не такая уж и вот такая она большая у которых могут быть и последствия негативная от этого всего мы тоже об этом с вами говорили в общем пара симпатическая симпатическая нервная система между ними должен быть баланс в организме любого человека если одна из них зашкаливает а зашкаливает как правило симпатическая система то происходят такие состояния это вообще симпатическая система это возбуждающая система она заставляет все системы организма прийти в такое знаете боевое состояние то есть ну в состоянии боевой готовности она разгоняет метаболизм то есть она в общем то делает хорошие дела просто когда идет сбой то происходит то о чем мы сейчас вам не говорим она разгоняет метаболизм то есть процессы метаболистические она заставляет сердце биться чаще она повышает давление она учащая пульс она увеличивает частоту дыхания то есть у человека может быть такое состояние пульс как будто сердце выскакивает дыхание вот такое чуть ли не поверхностное человеку становится плохо голова кружится вы начинаете остро реагировать на звуки на выходите на эмоции повышается чувство тревоги паники страха в общем такое вот знаете вот как будто вплоть до панической атаки что-то может быть в разной степени маленькая большая то есть у всех по-разному это состояние происходит у большинства вообще это происходит на ровном месте если кто-то ищет причин например 1 ну как но ты же сидела кушала и что ты о чем-то подумала плохом ты что-то вспомнила плохой никто ничего не вспоминал вы могли вообще сидеть за столом вы могли разговаривать об анекдоты какие-то еще что-то и вдруг у вас начинается такое состояние что вам плохо вы даже не знаете как себя вести вам хочется убежать причина именно в том что пошел перевес симпатической системы вот такое состояние необходимо нам только в том случае когда есть смертельная опасность в понимании нашего организма то есть понимаете то что происходит с вами на самом деле скорее всего есть под этим всем под этим всем вот этими вот симптомами есть биохимическая причина и мы они тут же поговорим чуть позже пара симпатическая система это успокаивающая система которая абсолютно противоположной симпатической по действию и она призвана восстанавливать баланс то есть она призвана в такие ситуации либо их не допускать либо приходить и тут же успокаивать организм и все это погашать но когда симпатическая система чересчур активно то пара симпатическая система она как бы нейтрализуется то есть когда они ну скажем так нет перекоса то одна вторую подавляет и это можно не заметить когда есть перекос то пара симпатическая она не справляется для того чтобы это все восстановить какие есть признаки того что пара что симпатическая система у вас чересчур активно это может это может быть еще приводить знаете что может когда симпатическая система чересчур активно это могут быть либо сильные ничем не необоснованные запоры и наоборот расстройства либо сильные просто такие вот знаете как колики в животе с кишечником вы думаете господи что у меня с у меня наверно что-то жкт случилось а это просто симпатическая система она спазмируется и вот такое вот дело происходит в в организме у вас вот поэтому нужно сначала разобраться с этим а потом уже решить на жкт и начинать что-то делать то есть если вы начали лечить жкт и ничего не помогает скорее всего это симпатика которую вы не можете обуздать на баланс симпатическая пара симпатической системе на дисбаланс точнее влияет стресс общий уровень высокого воспаления в организме проницаемость геп гематоэнцефалопатического барьера питания и образ жизни чем больше вашем организме присутствует вот этих перечисленных факторов тем больше вероятность того что симпатическая система будет перекошена ну вы уже поняли да что если симпатическая система активно чересчур то пара симпатическая подавляется как это можно заметить на биохимическом уровне это может проявляться как гипогликемия именно гипогликемия то есть это низкий сахар крови при ней может быть тахикардия тревога потливость повышенный кортизол и повышенный адреналин и именно повышение кортизола и кортизола и адреналина опять-таки будут способствовать сумасшедшему сжигания глюкозы и сахара и опять то есть это как порочный круг одно провоцирует второе второе провоцирует первое и выйти с этого всего очень очень сложно друзьям и иногда бывает такое ночью вы засыпаете посмотрели хороший сон либо занялись сексом вы уснули все хорошо и вдруг вы ночью просыпаетесь у вас сумасшедшая тахикардия сердце выскакивает пульс в висках в руках в ногах попе везде все стучит вы не понимаете что такое у вас паническое что-то вы думаете то ли приснилось что то ли что такое это вы гипанули то есть упал сахар нужно сразу обратить внимание на ваш углеводный обмен симптомы нарушения этого баланса это периодическое головокружение периодическое то есть она может связано как-то с эмоциями это ощущение обморока либо нестабильности в пространстве то есть вот на ровном месте ни с того ни сего это ощущение движения при закрытых глазах вот вы легли спадки все хорошо вы начинаете закрывать глазки что-то за свое приятное думаете вспоминаете и вы чувствуете как будто у вас либо вот так вот ноги как будто вы знаете где-то на тренажере стоит либо как будто вы вот так вот как-то покачиваетесь то есть это все сюда же не надо думать что у вас что-то поехала крыша или так далее не надо это не повод для того чтобы сразу принимать какие-то депрессанты или считать себя что у вас не все в порядке я вам еще раз повторяю это стопроцентная это дисбаланс симпатики пара симпатики и кстати парение во сне сюда же особенно у взрослых людей то есть когда вы летаете летаете аж иногда бывает до тошноты такое вот что нужно для этого делать нужно следить за углеводным обменом нужно не допускать не гипер не гипогликемию нужно исключить источники кофеина о чем мы с вами много раз тоже говорили я это исключила потому что я знаю что такой дисбаланс симпатики пара симпатики что подходит издобавок ну конечно же это ашваганда я сюда не поставила для тех кто впервые на моем канале моя любимая ашваганда от доктора best сайта айхер перепробовала уйму и все-таки моя любимая доктора best с оранжевой крышечкой дозировки 125 миллиграмм это ашваганда это шизандра сюда же кстати хорошая шизандра от фирмы салары не очень нравится я покупала это фосфатидилсирин это магний удобная для вас форма которая вам подходит и эта связка пассифлоры и л-тианина именно такая связка тоже очень хорошо помогает при нарушениях вот именно поэтому мне пришлось купить пассифлору по сумасшедшей цене потому что не продается моя любимая пассифлора от фирмы салары которая просто для меня была находкой века которая вывела меня с этого состояния сейчас я по ходу тоже немножко в него погружаюсь потому что бывают такие то покачивание то движение с закрытыми глазами поэтому пришлось купить л-тианин и пассифлору и нужно срочно что-то делать тут же вам скажу валерьяна не заменит в этом случае в этом конкретном случае симпатикой парасимпатикой валерьяна и тут любое другое успокоительное не заметить пассифлору просто чтобы вы знали и ну не потом не говорили или кианин пила с валерьянкой ничего не помогает нужно именно пассифлора я не знаю эту пассифлору я еще не пробовал здесь ее 30 штук то есть два вот такая вот эта турецкая пассифлора в капсулах здесь два вот таких вот блистера по 15 штук производитель рекомендует две штуки в день по 300 миллиграмм в одной то есть 600 я еще не пробовала еще не начинала нужно начинать срочно если не поможет не знаешь делать честно говоря и кора надпочечников может тоже сюда же кто прямо гипует постоянно у кого надпочечники ну сум у кого же то есть синдром усталости надпочечников то можно пробовать кору надпочечника но только друзьям обязательно без мозгового слоя чтобы было кора надпочечников именно только кора также что еще могу посоветовать физическая поддержка но это как какие-то массаж и йога но если кто-то любит теннис если прям кто-то любит бег бег я не люблю не теннис не бег я люблю растяжки массаж и йога это это мое и либо просто прогулки либо прогулки без состояния того что вы сейчас уже упадете и вам хочется сесть то есть такие не утомляющие прогулки ну конечно же меньше читайте смотреть новостей конечно же ограничить свое общение с неприятными для вас людьми если они прям совсем переходят границы отодвиньте дайте понять что вам не хочется если это ваши родственники родные люди которых вы не хотите обижать дайте этому какое-то не обидное заключение скажите им там что вы чем-то заняты еще что-то но вы должны ограничить это потому что это довольно такие серьезные проблемы которые нужно решать и решать нужно комплексно можно слушать приятную музыку кому нравится медитировать кто это умеет делать кто не умеет лучше в этом в это время не учиться ничего делать из сферы медитации лучше привести в свое состояние благостно а потом уже входить какие-то медитации это для тех кто уже умеет и кто был с этим знаком раньше гулять на природе это самое 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 на лучшее ну и конечно если у вас любимое хобби есть то это вообще прямо выход из положения потому что любимое хобби то чем чего требует ваша душа рисовать петь танцевать это безусловно будет помогать вам в решении этого вопроса друзья мои с наступающими праздниками с наступающей пасхой всем мира всем добра всем крепкого здоровья я вас всех люблю целую обнимаю до встречи на моем канале я знаю что я вам обещала группу бы обязательно будет она настолько обширна что не хочется быть банальной и мы наверное с вами будем рассматривать какими-то какими-то группами какими-то подразделениями чтобы как можно больше вам дать чтобы как можно больше те люди которые сейчас еще продолжают покупать на и херб либо ищут замены где-то и люди которые привыкли пить добавки чтобы они понимали вот например тот же витамин b3 например у него столько форм в том числе и к формальные формы то есть это и над плюс и над это и те как от которых пылает горит лицо да это и те которые без flash эффекта то есть какие лучше никакие вам комфортнее принимать а какие для вас лучше при ваших проблемах со здоровьем я думаю на эту тему сделаем отдельное видео по витамину b3 ну а вообще группе b будем с вами обязательно разговаривать всех обнимаю всем крепкого здоровья чистого неба мира на земле и в душах ваших и очень вас прошу не озлобляйтесь оставайтесь людьми это очень важно до новых встреч на моем канале до свидания